В субботу в Бавлах прошла первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Жители сел района привезли на ярмарку продукцию, произведенную в своих личных подсобных хозяйствах. Начались в этом году первые ярмарки у нас. Мы привезли излишки продуктов сельскохозяйственных, это население, которое они не могут реализовать у себя дома в селе. Как я вижу здесь, Бавлинцу очень понравился. Яйца сразу разобрали и молоко еще берут, натуральные, хорошие. И народ бавлинский ждет, чтобы сельскохозяйственные приезжали и реализовали свои излишки продуктов. Все, то, что мед, пожалуйста, молоко, сметана, яйца и привезли. Кроме, ну как бы, все есть, то, что есть, то, что могли привезти. В дальнейшем, наверное, в следующей ярмарке привезем, то, что здесь посмотрим, то, что нужно для горожан. Приглашаем горожан на наши еженедельные ярмарки, пусть подходят, пусть предлагают. Желательно, чтобы были свои клиенты уже, постоянные клиенты. Мы будем выполнять, как бы, привозить уже по заказам определенные. У нас все экологически чистая продукция, не пастеризованы, как в магазинах. И все очень чистое, вкусное. Приглашаем всем. Желательно, чтобы было в населении, конечно, посещение побольше на ярмарках. Продаем уж на базаре, не на как, не на базаре, подешевле продаем. У нас там вот цены там по 400 все идет, а 3 килограмм. А здесь уж килограмм вот индюк, утки, муларды, индоутки. И мы их ставим здесь по 350. Все свое. Как говорится, все экологически чистый продукт. У вас есть уже свои постоянные клиенты? Есть, есть, постоянные клиенты, да. Бывает, даже вот домой звонят, из дома мы развозим, бывает. Есть свои постоянные клиенты, есть. Действительно, те, кто успел узнать о выгодности приобретать товар у сельчан в прошлые годы, пришли сюда с позаранку. Жаворонки успели купить говядину по 270-280 рублей за килограмм, мясо курицы по 230, баранину по 300 рублей. Полуторалитровую бутылку молока можно было приобрести за 60 рублей, полулитровую банку деревенской сметаны за 150 рублей. Спросом пользовался мед, здесь его продавали по 1300 рублей за трехлитровую банку. Тут его можно было покупать и в мелкой таре, и в сотах. Среди покупателей было много тех, кто искал картофель, выращенный именно в личном подсобном хозяйстве. Предлагаемый предпринимателями привозной картофель их не интересовал. Наверное, сельчане и фермеры учтут пожелания посетителей ярмарки. В кадре Гемазова Артур Давлетов, Берте.